Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А перед просмотром ролика обязательно подпишись на передовой инстаграм Бати, где тебя ждут самые крутые модельки. Хыч-хыч, как сальбаба. Итак, Viva Razumista Home Maslachista, мои дорогие коллекционеры. Сегодня на обзоре будет нефиговая моделька в 18 масштабе. Так сказать, батон, как я их называю, здоровенный. Здоровенный ясь весит это чудо в районе килограмма. Я вот держу двумя руками, тяжело, в общем-то. Ну, потому что на вытянутых, можно сказать, руках. Вот, фирма, фирма Paragon. В принципе, Paragon это такая, в общем-то, не особо фирма. Ну, не днищенская прям, но не особо. Но данный Bentley у нее получился весьма хорош. И, собственно, купил я его, потому что была отличная цена по скидке еще. Вот, потому что ничего подобного, на самом деле, сейчас не купить. Тем более, офигенный цвет, да. Вот мы видим вот этот вот изумрудный зеленый и плюс классный коричневый салон. В общем, ничего за какие-то адекватные деньги сейчас не купить. Даже в БУ, даже в БУ ничего не продается. То есть, да, там где-то за пятнарик что-то можно купить. И то, даже за пятнарик будет по цвету, например, хуже. Ну, например, он будет черный. Я не люблю черный. Вот этот зеленый весьма прикольный. Вот, поэтому я купил гораздо дешевле. Но я не буду говорить вам за сколько, да. Чтобы вас не дразнить. Но, тем не менее, моделька очень хороша, класснюча. И, в общем, батя радуется, как карлик прыгает яичками, дыргает хич-хич, как сальбаба. Так, фирма Progon. Такая средняя по качеству. Может, даже несколько ниже, чем средняя. Но, в общем-то, делает модельки. Я уже один обзор был, ББшки. М5-й можете посмотреть. Синяя тоже, Брагон, в общем-то. Вот. Но здесь, как мне кажется, получше. Хотя, в принципе, качество может быть примерно и такое же сложно сказать. Но вот несколько лучше там салон, как мне кажется. Вот. Конечно, качество, все равно, не настолько идеальное, чтобы, например, какой-нибудь автоарт. Хотя у меня автоарта практически нету или вообще нету. Ну, в восемнадцатом масштабе. Вот. Автоарт считается такое среднее, высокое качество. То есть, не прямо стоповое бывает, конечно, и круче. Но, скажем так, в среднем каком-то он считается стоповым. Ну, и при этом он стоит сейчас уже очень нифигово. В основном. Ну, конечно, есть модельки подешевле. О! Ну, чтобы вы понимали, например, там, хороший автоарт сейчас стоит, там, ну, тысяч шестнадцать, например. Моу, сломал я, что ли, или нет? Брою. Сломал, походу, что-то охереть. Вот так вот. Чуть-чуть силой он завис, и силой, видите, что-то там отломалось. Ну, так вот. То есть, до этого он так не поворачивался. Видите, он на соплях встал. Он до этого так не поворачивался. И слышите какой звук? До этого такого не было. То есть, он до этого вот... Ой, пиздец. Вот я только начал говорить про качество, и вот оно сразу всплыло, качество. Что-то там отломалось, видимо, тяга какая-то. Возможно, ее может повернуть. Вот там вот подвесочка, можете посмотреть. Ну, конечно, днище, в общем-то, донное, да, нереальное. Но в то же время подвеска, вот видите, вот это, например, скорее всего, ступенчатая, или задний привод, или еще чего-то. И вот элементы подвески, они, в общем-то, есть. Она такая проработанная, то есть, вот всякие тяги, рычаги. Вот. У меня вот такое подозрение, что снизу просто что-то там немножко еще отвалилось. Вот. Вот так вот нехерачивалось, что-то стало как-то на соплях. Ну, хз, ладно, похер. Оно все равно в статике, когда стоит, на это плевать, в общем-то. Но оно как бы какое было, то есть, оно было как бы тут жестко, да, что-то. Я немножко так шевельнул, оно как бы, хотя до этого тоже шевелил. Но угол, в любом случае, угол поворота, вы видите, низкий. Это не из-за того, что сломался, до этого так же было. В общем, вот. Низкий угол поворота. Есть точечки на тормозных дисках. Это хорошо. Хотя они не обязательно должны быть, потому что на керамике, я так понимаю, они не должны быть в точке. А может, и должны, напишите, кто разбирается. Ну, короче, может быть, дорогая версия тачки и без точечек на дисках. Сами диски, ну, неровные, конечно, но, как мне кажется, цвет не очень такой серебристый. Чуть-чуть он такой какой-то, как мне кажется, не очень реальный. И пластмассой попахивает, не с железом. То есть, например, вот эта хромированная решетка, она классная, да, видите, она классная. Хотя она сплошная, она нихуя не, как это называть, сетчатая, да. Это минус, конечно. Но на многих даже мини-чемпс, которые подороже модели стоят, они тоже сплошные. Это очень херово. Но тут тяжело что-то делать. Даже, может, на автоартах не на всех они сетчатые, блядь, как сказать-то. Вот есть сплошная, а есть дырявая, короче, дырявая сетка. Ну, конечно, на каких-то есть дырявая. Но тут она должна быть дырявая, потому что я уже говорил, что даже на реальных автомобилях они часто сплошные на дешевых. Вот такой Ford Focus у него будет визуализирована под такую же решетку. На самом деле она будет сплошная на реальном автомобиле, один к одному. Понимаете, что же говорить про модельку. Вот, отломал, значит, я колеса. Хыч-хыч. Что это такое, а? Что-то там отломалось, конечно. Так, подвеска работает, не работает, непонятно. Может и нет. Ладно, короче, цвет, в общем, классный, да. Давайте немножко, так сказать, по еще каким-то... То есть, вот классная вообще решетка. Хоть она и сплошная, но за счет вот этой хромированности она, конечно, шикарно выглядит и, в общем, класснючая. Ну, особенно вот эта верхняя, она более мелкая и чистая, чем снизу. Bentley надпись, хотя, конечно, выглядит не очень. Лучше бы реальные были номера. Ну, естественно, размер большой, поэтому проработанность, естественно, высокая, поэтому какой-то кривизны здесь не может быть даже на каких-то более дешевых тачках, да, в 18-м размере. Но фирма, вот, Бурага есть такая дешевая херня. Вот, там, даже там будет достаточно ровно, потому что в 18-м масштабе тяжело сделать неровно. Ну, вот, значок Bentley есть, естественно. Ну, это все, блин, это в таком масштабе тяжело это сделать неровно. Так, стеклоочистители, может, на автоартах примерно такие же, хотя на разных, наверное, моделях по-разному, но на серьезных моделях они, как мне кажется, такие более металлические, что ли, более ровные. Здесь они такие, в общем, себе. Вот, вот тоже хромированные херня. Но, опять же, в таком масштабе это несложно, да, вот этот молдинг хромированный снизу. Ручки, естественно, отдельными деталями, но, опять же, в таком масштабе это тяжело делать с неотдельными деталями, хотя где-то и могут сделать. Ну, это же совсем дешевых. Сзади вот такой вот батончик, так сказать, фары. Вот класснючий сделан, и вообще прям все очень ровно. Тоже хромированный ободок. Bentley здесь почему-то желтая, спереди белая, здесь желтая. Открывается, хорошо держится, крепко фиксируется. В багажнике там отделано бархатом. Это хорошо, могло быть какой-то пластмассный. Ну, вам не видно темный цвет, но на самом деле бархатная, бархатная херня. Так, закрывается, хорошо. Ну, давайте откроем, например, да, как бы дверку. Дверка, естественно, открывается туго. Вот, это, конечно, хорошо, но не очень. Но, с другой стороны, они разболтаются, если будут открываться не так туго. Да, вот, дверька открывается жестко. Ну, вот здесь вот, конечно, рисунок, он красивый, но немножко мутный, как будто мыльцо. Это и есть минус. Тут вот та некоторая, ну, дешевизна. Ну, тут слово дешевизна не подходит, но дешевле, чем автоарты, да, за счет чего. Ну, вот в автоартах и будет, то есть более четкая, хоть я и не видел, в общем-то. У меня, по-моему, автоарты нету, не помню уже. Вот, более четкая текстура будет. Ну, вам тут плохо, здесь свет, как бы, типа не хватает, на самом деле, вот дохерища. Вот, то же самое касается спинок сидений. То есть, как бы, там, вроде есть рельеф, да, вот этот знаменитый, там, крест-накрест, бентли, там, напа и так далее. Но он мыльный-мыльный, нечеткий, как бы, такой прям нечеткий. Вот. Есть, соответственно, здесь вот всякие управления сидушками. Здесь вот херня для ремня безопасности. Есть всякие ершики, это, типа, недоделки по сидухам. То есть, вон там вот не вырезано, походу. А, и здесь то же самое, да, плохие. Вон там чуть ли не дырка, что ли. У-у-у, ебать, нихуя себе. У-у, посмотрите, не знаю, видно или нет. Вон, видите, дырища какая, чуть ли не в миллиметр охереть. Вот это да. Вот это да. Только сейчас увидел. Знаете, то есть, сидушка, внутренняя часть под внешнюю полностью не подходит один в один, и там дыра чуть ли не в миллиметр, жесть. Только сейчас увидел. Я вначале подумал, это просто эти, ну, как это, заусенцы, типа, да. А сейчас смотрю, да и еще просто. Вот, конечно, упало несколько впечатлений. Так, ну, салон классный. Бархатом полотделан, это классно, как в автоарте, можно сказать. Педальки там есть, все педальки есть. Тут все классно, под дерево классно, руль там все, переключение передач серебристое. В общем, все крутяк, все крутяк на самом деле. Конечно, вот этот минус прикольный такой. Но его, по сути, не видно, то, что вот эти вот дырки, да, это вот только я присмотревшись. Так, ну вот, на руль поворачивается, но угол поворота супер низкий, поэтому, в общем, не вижу особого в этом смысла. Может, он, конечно, есть. Чуть-чуть так повернуть. Вот. В общем, салон на самом деле высокого уровня достаточно, но не топового, естественно. Есть вот ремни безопасности, вот тут он сбоку. Ремешок. Вот он отсюда. Здесь, по идее, подаватор должен быть. Вот он, потому что тяжело оттуда доставать. И тут подаватор должен быть. Он так еще, когда дверь закрываешь, он, скорее всего, должен подавать тебе удобно, чтобы ты руку протянул. Ну, батя, разбирается. Батя, автообзорчик number one, так сказать, на Руси. Вот. Ну, наверное, открывать мы не будем. Этот самый, какого капота, как обычно, это сложно. Но сейчас попытаемся. По идее, можно попытаться перевернуть тачку. Может быть, капот откроется. А может быть, и нет. Ну, походу, он не хочет открываться. Ну, не хочет и хер с ним. Не буду. Это моя нелюбимая вещь, потому что тяжело, в общем, открыть капот. Как мне сказали, пластиковую карту. Я что-то не подготовился. Ну, в общем, в жопу. Все равно там детализация, я думаю, не очень, потому что все-таки прогон. Да и кто открывает особо. Вот. Еще по дискам скажу. Они сами черные. Не знаю, насколько это реалистично. Вот именно тормозные диски. А колодки тоже черные. Ну, может, это и реалистично, потому что сомневаюсь, что им было бы западло, например, красными сделать, если бы они были красные. Вот. На колодках написано. А что написано? Брэмбо? Бентли. Бентли написано. Четко довольно таки. На передних, задних поменьше. Там ничего не написано. Колеса крутятся, но плохо. Особенно передние. Они, видимо, упираются в тормозные диски. О, что еще можно сказать про данную модельку. Все равно, в целом, хороша, да. Самый серьезный, на мой взгляд, минус. Это не эта сплошная, сплошной вот эта радиаторная решетка и юбка. Вот это самый, на мой взгляд, основной минус. То, что там вот эти дырки в этих, я только сейчас заметил. Ну, хотя это тоже минус. Тоже минус. Но только сейчас заметил, честно говоря. Мыльноватый салон, да, вот этот рисунок. Он, ну, как сами знаете, да, мыло, вот реально. То есть, не четкие нихера. Это тоже минус. Вот. Но это те минусы, которые не делают эту тачку топовой. И благодаря которым она стоит гораздо дешевле. Я бы ее просто не купил, если бы она реально дорого стоила. Я бы ее ни за что бы. Ну, да, не купил бы. Хоть я и уважаю очень эту Бентли. Но за большие деньги я бы ее не купил. Поэтому вот эти небольшие недоработочки, они реально очень небольшие. Потому что, например, даже вот сплошную решетку ты приглядевшись, не увидишь. И она так еще покрашена, что кажется, что, возможно, она даже дырявая. Но она не дырявая. Вот. И только приглядевшись. А если она будет еще на полке стоять, вообще ни хера не видно. Вот. И опять же, за счет вот этой хромированности выглядит все равно шикарно. Вот. То, что там мыльные сидения, опять же, только приглядевшись и открыв. Ну, либо вот так приглядевшись, либо открыв дверку. Вот. Что еще? Ну, колеса не поворачиваются. Ну, нахер вам их поворачивать. Хотя вот у меня несколько моделей уже в 18-м. Они у всех слабо поворачиваются. Нормального выворота нет. Может, конечно... Ну, дорогих, скорее всего, есть. То есть, там, CNC или какие-нибудь фирмы. У них, скорее всего, настоящий выворот, да, который вот так вот очень сильно выворачивается. Это, конечно, классно. Ну, здесь вот так вот сделано. Но в целом, все равно, модель реально шикарная. Никакой дешевкой в помине не выглядит. Очень ровная вот окантовочка. Очень прямая. Все прям классненько-классненько, чуваки. Помните, я еще на той прогон BMW делал. Тут, по-моему, щель была здоровая. Но это вот такие минусы, за счет которых, возможно, они умышленно делаются. Да? Специально. Для чего? Для того, чтобы просто снизить цену. Понимаете? Made in China. Потому что они могут за те же деньги сделать гораздо круче. Но тогда автоарт пойдет гулять. Понимаете? А у них есть договоренности. Это монопольные сговоры. То есть, они просто говорят. Чувак, ты сделай похуже и продавай подешевле. Не лезь к нам, окей? То есть, как-то так. Понимаете? Иначе можно за 500 рублей делать супер качеством. Они специальные тут. Потому что, понимаете, вот все идеально, а вот какие-то минусы есть. Но эти минусы, они смешные. Их легко сделать. Понимаете? Раз уж они в целом сделали вот это все. Вот. Это специально, я думаю, умышленно делают сегментация рынка. Чтобы по качеству разбивались. Одни дешевле. Есть еще более дешевые модели. Есть более дорогие. И они вот разбиваются по качеству. И так вот все идет. Это договоренности. Монопольные сговоры. Вот. Конечно, вам никто это кроме БАТИ не расскажет. Но это реально так. Никакой нету, что они не умеют делать. Да видно же, что в целом качество высокое очень. Что они там не умеют. Более четкий рисунок, что это смешно. Понимаете? Вот. Поэтому модель какая же классная. Ну, смотрите по цене. Как вам? Я ее по скидке брал. Поэтому меня цена устроила. Но, конечно, если брать без скидки, может там... Ну, от человека зависит. В общем, в целом я ее рекомендую. Дешевкой точно не является. Потому что все равно даже Мини Чампсу, по-моему, Бентли есть. Но я не уверен, что он намного лучше. Может и лучше. Но Мини Чампс тоже не супер крутая фирма в 18 масштабе. Поэтому там тоже очень спорно, на самом деле. Лучше или лучше. Я не знаю. Здесь точно офигенный цвет. Цвет и цвет салона. Коричневый плюс изумрудный зеленый. Вообще шикардо смотрится. Диски хорошие. Потому что бывают разные варианты. Там диски могут быть фиговые, на самом деле, в визуальном плане. Либо по цвету. Вот. Поэтому в целом я очень сильно доволен этой Бентлиагой. Вот. Но опять же, соотношение цена-качество. Я считаю, на очень высоком уровне. Я еще раз повторюсь, даже на БУ рынке, по крайней мере, российском. Ну да, может на eBay-то что-то можно еще там высрать. Вот. Но eBay, сами понимаете, там доставка может только 2000 стоить. То есть, например, вы что-то сэкономите, но доставка 2000, и в итоге это даже дороже будет. Понимаете? Плюс еще ждать. Плюс еще она может сломанной приехать. Короче, в общем, такое себе. Ну, кто-то покупает, конечно. Вот. Ну все, покинуем. Хиии.